Выучиться на ветеринарах в техническом вузе. В ДГТУ идет прием документов на новую кафедру. Маргарита – одна из желающих освоить новую для себя профессию. Для будущей студентки это будет уже второе высшее образование. Сейчас Маргарита заканчивает мехмат-юфу. Но признается, с первого класса хотела стать ветеринаром. Учиться по этому направлению помешали страхи. Я боялась вида сломанных костей, мне казалось. Я поступила на программиста, так как мне было интересно еще математика и программирование. Но потом на втором курсе мы пошли в детклинику подводить животных. И нам рассказали, что с этим можно бороться и можно с этим жить, работать даже. Первый набор идет активно. Перечень документов, стандартные документы об образовании, копия паспорта и СНИЛСа и четыре фотографии 3х4. Экзамены для этой специальности тоже стандартные. Вступительное испытание включает в себя для специалитета экзамены по математике, биологии, русскому языку. А в магистратуру они сдают комплексное тестирование и собеседование проводят представителями кафедры. Занятия для первых студентов-ветеринаров начнутся уже 1 февраля. Для этого заранее составлена уникальная учебная программа. Она включает в себя как стандартные ветеринарные дисциплины, так и новые, такие как анестезиология и дерматология животных. Основной упор в обучении на практику. Будут практикующие ветеринарные врачи преподавать. У нас очень много дисциплин, которые будут проходить непосредственно в ветеринарных клиниках. Таким образом, будущие ветеринарные врачи будут иметь большое преимущество. У них значительно сократится срок адаптации к новым рабочим местам. Развитие этого направления обучения в ДГТУ только началось. В 2018 году планируется открыть вторую кафедру «Частная патология и терапия» и создать факультет биотехнологии и ветеринарной медицины. В этом же году планируется открытие экспертного референтного диагностического центра, в котором сотрудники и студенты кафедры смогут принимать животных. Также в планах создание сетевых форм обучения с другими вузами Ростова и конгрессные мероприятия. Планируется в конце марта месяца проведение конгресса по здоровью. Там будет представлено множество секций, будут приглашены ведущие ученые, ветеринары и медики. Шоу «Около кино» вновь выходит из студии городской радиостанции «Ростов-ФМ». Ведущие развлекательного разговорного проекта «Старый Новый год» встречают со слушателем. Это уже традиция – собираться вместе, смотреть и говорить о кино. При том, что фильм выбирают зрители путем интерактива в прямом эфире на волне 89,4. Конечно, наше радиошоу «Около кино» не сидит на месте. И мы уже проводили один кинопоход и решили сделать такую добрую традицию – собираться с нашими слушателями, со слушателями нашей программы и смотреть какое-то кино, которое им нравится. Сегодня мы действительно подошли к этому дню не просто так. Мы устроили голосование за тот фильм, который мы будем смотреть. И среди восьми фильмов наши слушатели выбрали «Волкс Уолл-стрит». Ну что ж, будем сегодня его смотреть. Вообще, конечно, впереди еще очень много таких мероприятий. Год будет насыщен событиями. Я думаю, что такие кинопоходы станут доброй традицией и для наших слушателей, и для нашей радиостанции в целом. Конечно, мы стремимся находить самых интересных партнеров, которыми было удобно реализовывать наши задумки. На этот раз местом встречи стал Центр роста «Волшебный пендель» – бывший кинотеатр «Глобус». Атмосферное место подходит для проведения мероприятий любого формата. Дни рождения, корпоративы, творческие вечера, тренинги и концерты. Каждый день здесь по-настоящему интересно и увлекательно. Мы решили сделать свое такое атмосферное место, площадку для мероприятий. У нас есть множество идей, у нас есть множество друзей, которые горят этими идеями. И мы их потихоньку реализовываем. У нас здесь много произошло всяких интересных мероприятий с закрытыми дверями, со своей атмосферой. Дни рождения, корпоративы, просмотры, обсуждения, тренинги даже были. И вот сегодня мы приютили у себя в гостях передачу «Около кино». Для нас это новый опыт, интересная аудитория, отзывчивая очень. То есть мы послушали эфир и поняли, что мероприятие, которое мы запланировали, оно однозначно будет не последним, а будет его продолжение. Нам очень интересно попробовать и подружиться. Зал на 60 мест с огромным экраном и отличным звуком. Что еще нужно? Конечно, розыгрыши. Ведущие радиошоу «Около кино» подготовили подарки от продюсеров фильма «Монстр трак». Оригинальные часы, надувное кресло и, конечно, все желающие получили сувенирную продукцию радиостанции «Ростов-ФМ». Радиостанция «Ростов-ФМ» – это уже не просто радио, это действительно творческая площадка, куда стекаются, мне кажется, все умы и все таланты Ростова. И не только Ростова, но и всей нашей страны. Также к нам часто приезжают гости из-за рубежа, мы их всегда рады видеть. И чаще вот собираем такие мероприятия, где мы можем пообщаться с нашим слушателем, посмотреть на него, узнать, что это за возраст, что это за интересы. И они всегда откликаются. Поэтому программа «Около кино» – это действительно такой живой формат. Во-первых, это интерактив, это прямой эфир, это постоянные розыгрыши и вот такие киносходки. Поэтому приходите, присоединяйтесь, слушайте на 89,4, первую радиостанцию города. Нам чуть больше года, но мы очень стараемся для вас. Правильную атмосферу в зале создавал диджей Кэшер, ну а после интерактива и фотосессий на три часа гости погрузились в мир брокеров с Уолл-стрит. Именно ленту с Ди Каприо выбрали слушатели. Новая встреча не за горами. Присоединяйтесь к радиошоу «Около кино» каждую среду с 6 до 7 вечера. В прямом эфире можно слушать и смотреть программу о фильмах, следить за премьерами и новостями из мира шоу-бизнеса. Впереди, как обещают авторы программы, много интересного. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...